В прошлом году известный рок-исполнитель Виктор Цой работал в Котельной. Ну, это связано с тем, что я, в принципе, был лишен возможности заниматься музыкой профессионально. Ну, во всяком случае, тех денег, которые я получал за концерты. Тогда мне, конечно, на жизнь не хватало. Ну, и приходилось где-то работать. Ну, и потом в концертную организацию я идти не хотел. Вот, концертная организация тех времен. А может, это форма бунта была своего рода, нет? Нет, просто для меня профессиональная работа на сцене в те времена была некоторым компромиссом, на который я не хотел идти. Поэтому я работал в Котельной, потому что все же должны работать. То есть я выбрал профессию максимально мне нравящуюся, скажем, и освобождающую мне некоторое свободное время для занятий музыкой. Скажите, вы довольны сегодня своим положением? Я не имею в виду не материальное положение, хотя, наверное, его тоже. Ну, я, собственно, всегда был доволен своим положением. Меня никто не отнимал гитару, никто не отнимал право писать песни, понимаете? Ну, и для меня не принципиально, где я буду писать эти песни и петь в дворцах спорта, вот как здесь, или дома в компании друзей. То есть вам не важно, сколько людей у вас слушают? Важно, но если ситуация не позволяет мне выходить на большую аудиторию, то я-то в этом никак не виноват. В клипах на экране мы видим Виктора Цоя бунтарь, человек жесткий, так скажем. Это ваш имидж или это, в общем, подлинный Цой? Ну, знаете, это, конечно, ну что такое имидж? Имидж это человек. Это образ? Настоящий. Настоящий имидж, я имею в виду, они сделаны. И для меня просто есть некоторый способ выражения, способ исполнения песни, из которого, вероятно, и составляется этот имидж. А почему вы все-таки выбрали рок? В качестве оружия. А я не выбирал. Я не выбирал, понимаете, я не готовился к этому. Я... У меня не было выбора, это был единственный возможный путь. Вы себя считаете профессиональным человеком? Это мое дело. И я отвечаю за свои слова, безусловно. Я не знаю, как это называется, профессионал-любитель. Продолжение следует... Продолжение следует...